Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск новостей от пятницы до пятницы. Я, Елена Чиненова и мои коллеги познакомим вас с основными событиями уходящей недели. Из итогового выпуска вы узнаете о том, что нужно для того, чтобы Московская область стала похожа на Европу, что Реутов получает новый статус и что с 1 октября 2004 года исчезнет муниципальное унитарное предприятие ПТО городского хозяйства. Мы вам расскажем о том, сколько детей уехали на летний отдых и куда, и как вызвать интерес к армии у школьников. Также вы узнаете о том, обеспечена ли наша с вами безопасность должным образом, и как собираются местные депутаты извлечь из новых законов максимальную выгоду. Вы узнаете, что начала свою работу подростковая биржа труда, а в городской картинной галерее открылась персональная выставка Любови Левиной. А теперь все по порядку и более подробно. Подмосковье должно стать похожим на Европу. Такова главная цель областных властей. Это требование правительство области огласил в понедельник на оперативном совещании исполняющий обязанности главы города Николай Ковалев. В прошедшую пятницу губернатор Московской области Борис Громов собирал глав городов и районов Подмосковья. В программе смотра совещания было и посещение высокопоставленными чиновниками Раменского и Щелково. Это самые чистые и благоустроенные города региона. Конечно, вот такие города, как Раменская, Ногинск, Сержинский, конечно, нам до них еще расти и расти. Они просто превратились в прекрасные, чистенькие города. И когда в эти города видяешь, кажется, что ты заехал в город Западный Европы. А красота города складывается из небольших деталей, которые требуют не столько значительных финансовых вложений, сколько хозяйского глаза. Если стоит магазин, то у него сейчас уже требует такой не просто фанерный щит и краски написано продукты, а как минимум все с подсветкой, все в современном, нормальном стиле красочной. Если стоит витрина, то машина отмыта, блестит и красиво там все написано. В нашем городе все нередко происходит наоборот. В качестве примера Николай Ковалев привел новую детскую площадку 9-го дома на улице Комсомольской. За благоустройство этой территории муниципальные власти заплатили бюджетные деньги. Однако из-за халатного отношения к работе заказчик сделал работу наполовину. Например, в песочнице нет песка, а территория вокруг в разрытых ямах. Николай Ковалев потребовал, чтобы служащие следили за более эффективным использованием выделенных денег. А уже в среду городские депутаты после длительного перерыва собрались на совет. На повестке дня исполнение бюджета, продажи имущества и новый статус муниципального образования. За ходом депутатской мысли следила наша съемочная группа. Прежде всего на заседании совета городские депутаты по инициативе главы города переименовали город Реутов Московской области в городской округ Реутов. У нового муниципального образования установлены иные границы. Регламентной комиссии поручили разработать проект устава для нового образования. Предыдущий уже не соответствует федеральному закону о местном самоуправлении. На заседании депутатам доложили, что бюджет города в первом квартале выполнен только на 99% по вине областного расчетно-кассового центра. Исполнение связано с тем, что мы не получили субъенцию на газовую составляющую, больше 3 миллионов, поэтому составило 99%. Помимо этого на совете депутаты рассмотрели вопросы приватизации муниципального имущества. На продажу будут выставлены пакеты акций двух предприятий. Ранее это имущество уже пытались продать на публичных торгах, но безуспешно. Теперь акции продают повторно, без объявления цены. Помимо этого, сегодня на торги решили выставить три нежилых помещения. Сумма, которую депутаты планируют получить от сделок – 6 миллионов 800 тысяч рублей. Сегодня на баланс города был принят 22-й дом на улице Победы и все инженерные коммуникации. О них мы рассказывали в прошлом выпуске новостей. А завершили совет приятными решениями. Знаком отличия за заслуги перед городом наградят четырех риутовчан. Кириченко Геннадия Леонидовича, Никольскую Веру Петровну, Шалобокова Виталия Николаевича и Старожилова Юрия Николаевича. На этом же заседании народные избранники утвердили схему реформирования ПТО городского хозяйства. Конец монополии. Именно так можно охарактеризовать случившееся. На предыдущем заседании Совета в марте этого года городские депутаты принимали решение о росте коммунальных тарифов. Тогда же и был поставлен вопрос о необходимости реформирования муниципального предприятия ПТО городского хозяйства. В результате реформы должно повыситься качество предоставляемых коммунальщиками услуг. В течение двух месяцев депутаты обсуждали возможные схемы реорганизации. И вот в среду окончательный проект был принят. В связи с тем, что желание обоюдное со стороны тех, кто сегодня управляет жилищно-коммунальным комплексом, жителей и плюс нас, городского совета, обоюдное желание исполняет данный проект решения. В результате реорганизации ПТО разделится на три муниципальных унитарных предприятия. Каждое со своей специализацией. Обслуживание жилищного фонда, предоставление услуг по водоснабжению и канализованию. Третье предприятие будет предоставлять услуги по санитарной очистке. Управлять всем коммунальным хозяйством будет вновь созданное подразделение в администрации города. Кто возглавит каждое из трех предприятий, пока неизвестно. Но к 1 октября этого года реорганизация должна быть завершена. Еще один приятный момент Совета депутатов. Назначен новый начальник управления образования Реутова Владимир Розенов. До этого во главе управления стоял Владимир Петров, который теперь на заслуженном отдыхе. Владимир Розенов, как учитель математики, начал работу в сфере образования с 1980 года. С 1999 года он был заместителем начальника управления образования. А в течение последнего года Владимир Леонидович исполнял обязанности начальника. Вчера в администрации Реутова состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. Главный вопрос – обеспечение безопасности объектов водоснабжения. Очередное собрание посвятили обсуждению задач, поставленных на совместном заседании городской и областной антитеррористических комиссий. Среди вопросов обеспечения безопасности объектов водоснабжения, а также поиск незафиксированных соответствующими службами мест захоронения животных. Когда-то где-то было проведено захоронение. Это захоронение на картах не было обозначено. Соответствующие службы слышали вроде бы где-то что-то, но конкретно никаких мер в этом отношении не принимали. У нас один только такой район есть. Это район будущего 10 микрорайона, где вполне возможно, может быть, когда-то были проведены подобные захоронения. В Реутове три водозабора. Обеспечить их безопасность обязаны коммунальные службы. Средств на это сегодня недостаточно, но уже в кратчайшие сроки должны быть установлены системы видеонаблюдения, слежения, будет обеспечена физическая охрана. Именно таким образом важные хозяйственные объекты будут оборудованы целой системой повышенной безопасности. Эту задачу ставит областная комиссия. Выполнение уже начали. В процессе столкнулись с рядом проблем. Физическую охрану по финансовым средствам у нас просто не получается, просто большие затраты. Мы приняли решение пойти другим. Было принято решение, и вот я, Николай Михайлович, вам докладывал, что после прокуратуры разборка, что мы пошли по пути на первом этапе установки тревожных кнопок. Однако трудности с юридическим оформлением. Будет ли физическая охрана зафиксирована в инструкциях, пока этот вопрос вызывает споры. Перед комиссией сложная дилемма выполнить поставленную задачу при минимальных затратах, на которые сегодня способен городской бюджет. Коммунальные службы следят за безопасностью объектов водоснабжения. Городские депутаты следят за изменениями в законодательстве. Как извлечь из новых законов о местном самоуправлении максимальную выгоду для Реутова? Народные избранники пишут новый устав города. Некоторые тайны этого документа раскроет Олеся Власова. В октябре прошлого года в России вступил в действие новый закон о местном самоуправлении. В связи с этим всем муниципальным образованием нужно менять устав. В действующем уставе у Реутовского совета полномочий больше, чем в любом другом городе Московской области. По новому уставу их будет еще больше. В уставе прописывается уже четко полномочия, например, что должен делать совет, что должен делать глава города, что должна делать администрация города. Насколько, допустим, избирается тот же глава города. Федеральный закон нам говорит, что глава может избираться от двух до пяти лет. Мы можем в уставе написать и четыре года, и пять лет. Устав города – это конституция на муниципальном уровне. Именно в этом документе написано, кто стоит во главе города, сколько лет и какие он имеет полномочия. Новый федеральный закон прописывает несколько схем управления городом. Первая схема. Глава города избирается населением всем и является главой администрации, то есть главой исполнительного органа власти. Депутат, при этом представительный орган власти, то есть совет депутатов, избирает своего председателя и идет вот это разделение властей. Это первая схема. Вторая схема, которая может быть, это глава города возглавляет совет и при этом главу администрации совет по контракту назначает. Какую схему внесут в устав риотовские депутаты, еще неизвестно. Времени на размышления у них достаточно – до лета 2005 года. Именно к этому сроку областная дума на базе федерального закона должна принять свой собственный, после чего городской устав может вступить в силу. Но некоторые изменения известны уже сейчас. Согласно федеральному закону, депутатов в городском совете будет не менее 20 вместо нынешних 11. В соответствии с федеральным законом у Риотова будет и новый статус – городской округ. Он более высокий, чем, например, у Балашихи, которая входит в состав района и делит деньги своего бюджета с районными властями. Риотов по новому статусу уже не сможет быть включенным в какой-либо район, и наши налоги будут оставаться в городе. Работа депутатов над уставом городского округа Риотова даже в 2005 году не закончится. В 2006-м выйдет новый федеральный закон об особенностях организации местного самоуправления городов-наукоградов. И тогда депутатам еще не раз придется уединиться за этой дверью. 1 июня – Международный день защиты детей. Он учрежден в ноябре 1949 года Международной демократической федерацией женщин. И впервые был проведен уже на следующий год. В этот день обычно муниципальные власти организуют праздники и мероприятия для детей. Но главная задача этой даты – напомнить взрослым, что у ребенка тоже есть права. И их нужно уважать и защищать. Недалеко от импровизированной сцены расположили свои поделки ребята из секций и кружков открытых при молодежном центре. Например, студии художественной лепки. Понравившиеся работы можно было не только сфотографировать, но и купить. Посмотреть на театрализованный концерт творческих коллективов, поучаствовать в конкурсах, а также посмеяться над шутками пришли не только дети, но и взрослые. Мальчики и девочки с удовольствием выходили на импровизированную сцену, чтобы поучаствовать в представлении. Все хорошо, побежали! Что вы делаете? Хлопаете руками! По сценарию игр на внимание выступления танцевальных и хореографических коллективов, творческие конкурсы. Среди них конкурс рисунков. Юные художники должны были в паре изобразить на листе кошку. Один рисует правой рукой, другой – левой. Вы подпадривайте, подпадривайте! Болельщики, болельщики, подпадривайте! Интересен был и конкурс «Угадай мелодию», где мальчики и девочки отгадывали песни из мультфильмов. За участие в представлении каждого маленького риутовчанина награждали сладкими призами и подарками. Врачи считают, что каждый ребенок должен хоть один месяц в году провести на природе за городом. Это необходимые условия для здорового развития растущего организма. Однако домик в деревне есть не у всякого. А путевки в санаторий не каждому по карману. Какой выход из этой ситуации могут найти риутовчане, выясняла наша съемочная группа. Обеспечить недорогой летний отдых для своего ребенка может любой житель Риутова, который имеет официальное место работы, из-за которого работодатель платит налоги. В том числе и фонд социального страхования. Именно эта организация по закону оплачивает половину стоимости путевки. Чаще всего организацией летнего отдыха занимается профсоюз. Лучше всего подать туда заявление до февраля. Предпочтение отдают детям из семей слабо защищенных слоев населения. Малообеспеченные и семьи из бюджетных организаций. Это зачастую. То есть эти дети у нас, как правило, все обеспечены путевками по желанию родителей. Потому что заплатить 7 тысяч за отдых или 6 300, как среднеобластная, не каждый может по полной стоимости. 6 300 рублей – такова средняя стоимость летнего отдыха в этом году в Московской области. Родителям, которые приобретают путевку для ребенка через правком, нужно оплатить всего 10%. 25% платит муниципалитет, то есть муниципальная власть, наша местная, да, исполком. 15% восстанавливает область из этих средств, получается 40, плюс родительские 10, получается 50. Остальные 50% как раз и оплатит фонд социального страхования. Для тех, кто нигде не работает сам, работает комитет социальной защиты населения. Правда, в этом году вокруг летних путевок настоящий ажиотаж. Из бюджета города уже оплачен отдых для более чем 500 детей Реутова. Они будут отдыхать в Евпатории, на озере Селигер, будут ходить в походы или отправиться в военно-спортивный лагерь. Муниципальные власти выделили на это 3 с лишним миллиона рублей. Однако путевок в комитете соцзащиты уже нет, но еще можно попробовать достать их через правком. Несмотря на то, что оздоровительные программы для детей на предприятиях уже сформированы, кто-то может отказаться и появится реальная возможность для ребенка отдохнуть. Итак, кто-то поедет отдыхать с родителями на море, кто-то в деревню к бабушке или в лагерь. Этим летом комитет социальной защиты населения организовал несколько профильных лагерей для детей Реутова, проявившие способности в различных областях знаний. 20 школьников уже уехали в лагерь «Лесные поляны» Подольского района. Около 9 утра на центральной площади Реутова начали собираться школьники. Настроение у всех было отличное. Впереди игры, развлечения и никаких уроков и домашних заданий. У меня хорошее настроение, и я хочу поехать в этот лагерь. Что ты ждешь от отдыха? Ну, много приятных впечатлений, хорошее настроение. Ну, боюсь чуть-чуть. Что будет дальше, не знаю. Все дело в случае. Я думаю, что я познакомлюсь с многими детьми, и все у нас будет хорошо. Проводить школьников пришли их родители и бабушки. Они рады, что дети отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом. Поездки школьников в здравительное лагеря организуются ежегодно в рамках программы «Одаренные дети». География обширна. Владимирская область, Подольский район, Киржач, Евпатория. В этом году по программе «Дети Подмосковья» отдохнут порядка 200 учащихся. В первую очередь они будут отдыхать, развлекаться и с ними заниматься дополнительными образовательными услугами. Будет заниматься координационный центр социальных проектов. Просто там будут какие-то интересные, увлекательные кружки, познавательные, такие научно-познавательные кружки. Из лагеря «Лесные поляна» ребята вернутся 23 июня, загорелые и отдохнувшие. И встретятся они, возможно, только 1 сентября, в День знаний. Кто-то отдыхает, а для выпускников наступило самое ответственное и напряженное время. Начались экзамены. На этой неделе 485 старшеклассников Реутова 6 часов писали сочинения. Уже через 4 дня, 8 июня, пройдет экзамен по математике. В этом году выпускникам придется сдавать 5 экзаменов, 2 обязательных сочинения и алгебра, и 3 на выбор. Первый экзамен сочинения, 5 тем по произведениям Пушкина, Блока, Салтыкова, Щедрина и Горького. Второй год темы выбирали по лототрону в прямом эфире Центрального телевидения. По мнению заместителя начальника управления образования Владимира Черника, это наиболее удобный способ аттестации учащихся. В 8 школе 67 выпускников. Сочинения писали 6 часов. Разрешал использоваться художественной литературой и словарями. Я думаю, что это правильно, потому что ребята, многие переживают, многие волнуются. И такое разрешение позволит нашим ребятам эти сочинения написать лучше и позволит раскрыть те знания, те навыки, которые они получили при изучении того или иного материала. Сами старшеклассники считают, что им повезло. Темы несложные. Иван Булай выбрал тему раннего творчества Максима Горького. Не скажу, что очень легко, но особых трудностей не возникало. Конечно, я пользовался шпаргалками, книжками, словарями, как положено каждому ученику. Однако не всем учащимся удалось воспользоваться шпаргалками. Евгения Кошкина говорит, что при написании сочинений ей помогли книги. Она уверена, что получит хорошую отметку. Все в голове перемешано. Все темы, вся я сейчас в сочинении. Отличное настроение. Правда, все такие замученные, усталые. Настроение вообще супер. Экзамены продлятся до 18 июня. Выпускной балл состоится 19 числа на главной площади Реутова. А кто-то из подростков будет совмещать отдых с работой. 9 лет назад в Реутове при отделе по делам молодежи была создана подростковая биржа труда. В этом году она открылась 1 июня. Запись школьников началась уже с 20 мая. Основные объекты в городе по созданию временных рабочих мест – учреждения образования, социальные сферы, отделов культуры и спорта. С помощью подростковой биржи труда в летние каникулы трудоустраиваются до 300 учащихся от 14 до 17 лет. Опыт работы необязателен. На биржу принимают всех желающих. Школьники работают по 4 часа в день, благоустраивают территории, учреждения образования и делают косметический ремонт помещений. Зарплата около 1000 рублей в месяц. В этом году учащиеся работают на шести объектах города. Среди них детская школа искусств, музыкальный театр. Здесь трудится 6 человек. Дети очень хорошо нам помогают. Мыли, моют стекла, копают газоны, сажать цветы будут они. Сейчас подростки благоустраивают территорию у здания, подготавливают забор к покраске. Сегодня первый день. Траву щипываю. Все, пока. А потом что? А потом, не знаю, еще не сказали. А подростковая биржа труда школьники узнали от друзей и ничуть не жалеют о том, что устроились на работу. Я решил устроиться на работу, потому что делать дома-то нечего. Надо еще чем-то заниматься. Ну и заодно деньги получу. Коплю, наверное, а потом посмотрю, что-нибудь куплю себе. Июньский набор учащихся уже заканчивается. Запись на работу в июле начнется в 20-х числах июня. Трудоустроиться можно через подростковую биржу труда, которая находится по адресу улица Лесная, дом 8, квартира 111. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении. Пока учащиеся набираются сил перед новым учебным годом, городские службы начинают готовить образовательные учреждения к 1 сентября. В прошлом году капитальные ремонты прошли практически во всех школах города. На их проведение тогда было затрачено более 18 миллионов рублей. Первоочередная задача на этот год – детские сады. О планах и фактах рассказывает Юлия Абдулаева. Вот уже месяц воспитатели детского сада «Звездочка» не нарадуются новому забору. Старому было не меньше 30 лет. Рабочие говорят, пришли неожиданно, все сделали быстро и также неожиданно исчезли. Вот только забор теперь окружает детский сад с трех сторон. Нам большую часть заменили, три стороны заменили, четвертая, видимо, пока осталась. Это сторона, которая разграничивает нашу территорию с территории второго детского сада. Управление образования рапортует строительство забора в детском саду номер 10 «Звездочка» завершено. Началось строительство забора в детском саду номер 1, кровлю заменили уже в пяти садах. Частично начали внутренний косметический ремонт еще в нескольких дошкольных учреждениях. Составлена проектно-сметная документация. Летом работы будут проводить практически везде. Но на все сразу средств не хватает. Бюджет города выделить большего и не мог. В том году год, который значительно отличается от всех остальных, насколько были отремонтированы школы. Как будет возможность в этом году, я вам сейчас сказать не могу. Здесь больше зависит не от потребности учреждений, а от возможности финансирования этих работ. Пока ремонт в детских садах приостановлен. И нехватка денег – это только одна из причин. Выделено было денег на ремонт садов около двух миллионов в аванс. Работа сейчас выполнена на 4 миллиона рублей. Сейчас постепенно рассчитываемся мы со строителями. Сейчас определимся по садам, какие группы нам надо освободить будет, чтобы туда могли войти строители. В этом году на ремонт потратили уже около 4 миллионов рублей. Начали еще в марте, завершить должны к сентябрю. Сколько выделят средств на детский сад номер 10 в этом году и выделят ли вообще, пока неизвестно. Галина Дмитриевна заведует хозяйством здесь уже не первый год. Пока малыши спят, обходит дозором владения. Вот, пожалуйста. Вот прям по шву потекло, да? Да, да. В музыкальном зале крыша протекает. В группах тоже недавно по шву течь начала. Лампы нужно заменить. Словом проблем много. Но Галина Дмитриевна не расстраивается. Администрация недавно купила саду вот эти трехуровневые кровати. Раньше малыши спали на раскладушках. Значит, можно надеяться, залатают и кровлю. Нужно только подождать. Юлия Абдулаева, Алексей Торжков. Специально для городских новостей. Каждый подразумевает понятие защиты детей и обеспечения их безопасности по-разному. Кто-то думает о защите детей, кто-то о защите от них. А кто-то вовсе об этом не думает. Мы предлагаем вашему вниманию специальный репортаж о том, как организована защита детей, а вернее их безопасность в отдельном взятом дворе нашего города. Жителям этого дома явно не повезло. Их садовый проезд превратился в садовое кольцо. Со всеми присущими последними экологическими бедами, пробками и обилиями транспорта. Двор же дома номер один стал объектом повышенной опасности. Мало того, что солнце сюда почти не заглядывает, не в состоянии его лучи прорваться сквозь окружающий дворик небоскреба, так еще на прилегающей к дому так называемой дворовой территории умудрились расположиться все объекты, какие только можно представить. И электроподстанция, и что-то очень внушительное по перекачке газа, и дом старый ломают. И даже котлован для насосной станции наперекор воли заявлений местных жителей начали рыть. Кстати, без надлежащего ограждения. Да еще кругом не то, что стоянка, целый автопарк образовался. Растет благосостояние рио-товчан. Вот и не перестают удивляться жителей, кто же такой скрупулезный, не иначе, как сантиметров в руках, их территорию распланировал под застройку. И это вместо детских площадок, кстати, отремонтированных и вновь установленных только в прошлом году. Но главное еще и в повышенной опасности. Проходившего мимо, судя по каске ответственного работника, мы попросили рассказать, как людям избежать столкновения с возможными чрезвычайными ситуациями. Но из его слов следовало, что стройки здесь вовсе нет. Вот так. Оказывается, работы полностью завершены. И все уже давно приведено в порядок. А вот эти пугающие, низко свисающие над детской площадкой провода, электрощиток, милости просим только отварить дверку и познакомиться с его внутренним обустройством, объект газового хозяйства, охраняющийся бечевочкой, вот бы удивились некоторые заинтересованные лица. Так это просто ландшафтный дизайн. Приезжали, смотрели, и никто ничего не сказал. Так полагается. Даже у нас телевидение перестало работать из-за того, что дома настроили. Да, у нас телевизоры плохо работают. Что же касается кабеля на детской площадке, все тоже ответственное лицо, пожелавшее остаться неизвестным, заверил у нас. Он безопасен в каком-то, потому что он идет над проезжей частью. А то, что он на детской площадке. А где он идет над детской площадкой? Вот там идет над детской площадкой. Ну мы же согласовались с администрацией. А нам кажется, и жителям указанного дома тоже, кабель напряжением в тысячу вольт висит все-таки над детской площадкой. И даже опора с лесенкой для особо любопытной имеется. А у ребятишек сегодня праздник, международный день их защиты. А потому, несмотря ни на что, играют они себе. Кто-то перебирает мелкие камушки, кто-то тусуется на пока еще не снесенной площадке, кто-то никак не может расстаться с любимой горкой, которую выкорчевали их защитники. И при этом сами защищаемые думают следующее. Это надо все обходить. А спички не брать вот это в руки и зажигалки. А в провода мне надо подходить. Там срамай горку. Там вот. И там яму построили. Мне собственный дом нравится, но двора нет. Потому что нам нужны качели. Нам нужен двор нормальный. Не то, что тут будут какой-то там насос строить. Нам нужен двор. Во всем этом нам удалось найти один положительный момент. Прямо здесь, не отходя от этой детской площадки, можно проводить курсы по основам безопасности жизнедеятельности. Здесь же открыты электрощитки, объекты газового треста и, конечно же, снующий туда-сюда автотранспорт, как на оживленной магистрали. Международный день защиты детей. Защити себя сам. Стэна Марченко, Дмитрий Копаев. Специально для городских новостей. Прошедшую пяницу в соседней Балашихе на территории военно-технического университета состоялись военно-полевые сборы для учеников 10-х классов Балашихинского района. Вместе со школьниками на плацу стояла и наша съемочная группа. Стрельба из автомата под дымовой завесой, приемы рукопашного боя. Таким способом руководители Балашихинского района и военно-технического университета старались вызвать интерес к армии у школьников. Прошлый год проведение таких сборов дало очень хороший результат. Мы не ожидали, что в течение недели молодые люди настолько взрослеют и совсем меняется мировоззрение. Через неделю мы обнаружили, что это совсем другие граждане, сознательные, организованные. Участие в сборах обязательно для всех учеников 10-х классов. Освобождение, как и от вискультуры, только по медицинским противопоказаниям. В этом году для всех школьников организаторы купили камуфляжную форму для полноты ощущений. В течение пяти дней мальчишкам придется жить на военном полигоне в армейских условиях. И за эти пять дней они увидят, и не только увидят, но и смогут овладеть искусством и строевой подготовки, и некоторыми вопросами боевой подготовки, стрельб. И поэтому я думаю, что самый главный итог этих сборов это то, что ребята смогут почувствовать себя настоящими мужчинами, будущими защитниками Отечества. Кухня и распорядок дня боевые, но будут и поблажки. Развлекательная культурная и спортивная программа. Дети должны вернуться с ощущением, что в армии интересно. В прошлом году организаторам удалось этого добиться. В прошлом году после проведения этих сборов более чем в три раза увеличился конкурс при поступлении в военно-технический университет. И руководители военно-технического университета абсолютно твердо сказали, что те ребята, которые приезжали и участвовали в военно-полевых сборах, именно они пришли поступать сюда. То есть они для себя выбрали путь военного. С расследовательных выступлений учащихся военно-технического университета всех школьников усадили в автобусы и отправили на место прохождения сборов. Родители прощаться не пришли. Пять дней – это не два года. Как мы уже рассказывали, в прошлую субботу на стадионе «Старт» в рамках Дня защиты детей состоялся общегородской праздник спорта «Мама, папа, я» в программе стафеты, конкурсы и розыгрыши призов. В этот же день на поле состоялась встреча нашей футбольной команды с командой администрации Реутова. На стадион пришли маленькие взрослые риутовчане. Было роздано более двух тысяч билетов. Кто не смог по каким-то причинам присутствовать, смотрели матч по телевизору. В этот день шла прямая трансляция. По проведенному небольшому опросу выяснилось, что большинство присутствующих болели за команду СВС «Теле». Даже плакаты подготовили. За телевидение мы болели. Почему? Ну, не знаю. Нравится, наверное, нам ваша команда телевидение. Я сегодня болел за администрацию. Гордо. Почему? Потому что очень высококвалифицированные игроки выступают там, показывают красивый футбол. Николая Николаевича Ковалева можно сравнить по своей значимости в команде, как с Дмитрием Оленичевым в порте. Я считаю, что его именем надо назвать улицу также в нашем городе. Я болела за компанию СВС «Теле», потому что я всегда люблю смотреть их передачи. Но если они еще когда-то будут играть, я буду обязательно за них болеть. Я болел за СВС «Теле», потому что мне эта команда больше понравилась. Хотя она сегодня и проиграла со счетом 3-1. Команда хотя бы и проиграла, но все равно мы рады. Первый гол наш. Ура! СВС «Теле»! По желанию команде СВС «Теле», видимо, связанные с проигрышем в этой игре, одинаковы. Больше тренироваться. По желанию команде тренироваться. Есть хорошие игроки. Иван Студеникин хорошо играл. Вот даже последний мог гол забить, это точно. А так получилось, что он еще бы два шага сделал, и гол точно бы забил. По-моему, кто-то курил. Из игравших на поле. Немножко спортивную форму поддерживать. Постояннее, будем так говорить. На более постоянной основе. И тренироваться, и не расстраиваться, самое главное. Все еще впереди. Что же касается самого праздника, то все без исключения остались им довольны. Праздник очень понравился, красивый, дети радуются. Очень хорошо. Мне праздник очень понравился. Все хорошо, футбол, аттракционный. Спортивный праздник «Мама, папа, я» в рамках Дня защиты детей, по словам организаторов, прошел на высоком уровне. В планах проведения подобных мероприятий сделать традиционным. И как обычно в четверг, корреспонденты нашей телекомпании предавались философским размышлениям и привлекали к этому жители города. Вчера риутовчане выражали свое отношение к утверждению «сила есть, ума не надо». Скажите, пожалуйста, верно ли утверждение «сила есть, ума не надо», как вы считаете? Ну, это философский вопрос. Не знаю, не могу ответить. Умный человек гораздо сильнее сильного человека. Ну, можно силой все сделать, а потом умом. Поэтому у нас так идет все, что они силой берут, а умом нифига. Сила, главное, должна быть. Сила должна быть. Ума тут не надо. Неверное. Там, где есть ум, сила может не понадобиться. Точно. Я думаю, нет. Знаете, в наше время – да. Не только сила должна присутствовать-то. Вообще для нашего общества как раз хорошо. Сила есть, а ума не надо. Безусловно. Почему? Неужели это не ясно? Силой все можно взять, не думая. А теперь коротко об остальных событиях. В среду в городской картинной галерее открылась персональная выставка московского художника Любови Левиной, которая продлится до 3 июля. На выставке представлено более 50 картин, живописной работы, натюрморты, пейзажи. Как говорит сам мастер, эта экспозиция является одной из лучших и профессиональных. На прошлой неделе в Ревтовской художественной школе проходила аттестация учащихся. Сейчас в школе занимается 120 человек 7-16 лет. В программе обязательного обучения рисунок, живопись, композиция, прикладное искусство и скульптура. 1 сентября в школе пройдет день открытых дверей, где все желающие смогут записаться на занятия. 29 мая состоялась седьмая игра футбольного клуба Риотов. Мы на выезде во Владимире. Наши земляки встречались с командой «Торпеда». Игра закончилась со счетом 1-0 в пользу соперника. Следующая восьмая игра футбольного клуба Риотов должна была пройти 6 июня на городском стадионе. Однако в связи с последними событиями проведение матча на старте отменили. Напомним, что в минувшее воскресенье на старте встречались футбольные команды из городов Видное и Иваново. Сразу после матча футбольные фананты из Видного, которые приехали к нам в город вместе со своим клубом, напали на автобус с игроками и болельщиками из Иваново. Во время драки одному из ивановских футболистов разбили губу, а одному из болельщиков – голову. После инцидента в Риотов приезжала комиссия Российского футбольного союза и отменила две домашние игры команды Риотов. Матч состоится на выезде 6 июня в 17.00 в Лобне на стадионе «Москвич». На этом все. Это были самые заметные события Риотова за минувшие 7 дней. В студии была Елена Чиненова. Увидимся. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире «Городские новости». Главное событие этого дня из жизни Риотова и региона в ближайшие 10 минут. Тема сегодняшнего выпуска. Как заставить строителей делать красивые клумбы и детские площадки? Вопрос главы города повис в воздухе. Чего хотят от депутатов-избирателей все тех же благоустроенных детских площадок? Где лечить зубы жителям Южного Риотова? О чем поет Игорь Фернандес на сцене музыкального театра? Чем славны Пушкин и Парфенов среди риотовчан? И кому улыбнулась удача на футбольном поле в Лобне? А теперь подробности. Сегодня на очередном оперативном совещании в администрации Риотова глава города затронул самый больной для жителей вопрос – благоустройство. Состояние прилегающей территории у новостроек нередко оставляет желать лучшего. Вместо новых клумб и детских площадок – строительный мусор и грязь. Александр Ходорев настаивает на принципиальном решении вопроса. Вот так выглядит внутридворовая территория в одном из столичных районов Жулебино. Красивая и ухоженная детская площадка. На газонах и тротуарах – не соринки. А вот так выглядит площадка у дома 27 на Савихинском шоссе. Госкомиссия не принимает дом в эксплуатацию. Власть не устраивает горе благоустройства, близлежащей к дому территории. Сегодня на оперативном совещании глава города потребовал, чтобы впредь строители представляли отдельный проект на клумбы и газоны. Позиция проста. Хотите строить дома в городе – потратьтесь и на детские площадки. Сегодня вы даете разрешение на строительство или с наличием гарантийного письма, что будет представлен проект по благоустройству. С установкой всех элементов детских городов и так далее. СНИПы есть. Понимаешь, по СНИПу 4 колышка надо забить и 2 хлыстка посадить. Или как там, не знаю. Правильно выразился? Ну это же неправильно. На благоустройстве должен быть отдельный проект. Он должен быть не в составе общего проекта. А если люди не понимают, если люди не дорабатывают, значит с ними нужно работать, их надо заставлять. Добьются каких-то изменений чиновники или нет, станет ясно совсем скоро. На северной стороне, в старой части Реутова, сегодня реконструируется микрорайон по улице Гагарина. Будут ли там учтены настоятельные пожелания главы города? А с пожеланиями своих избирателей накануне знакомился депутат 9 округа Олег Сольский. Вечером 4 июня состоялось собрание жителей домов номер 11 и 13 по улице Гагарина. В течение часа начальник первого ЖУ Татьяна Афанасьева, участковый милиционер и депутат отвечали на наболевшие вопросы риутовчан. Благоустройство территории домов 11 и 13 по улице Гагарина и ремонт жилого фонда – это вопросы, которые больше всего волнуют жителей. За 41 год существования зданий в них ни разу не проводился капитальный ремонт. На стенах появился грибок, в некоторых местах протекает крыша. Во всех проблемах жители винят коммунальщиков. Будем белить, будем трубы менять, будем дворах-то наменять. Ничего не изменяем ванны вам. Записали все, но ничего не делали. По словам риутовчан, ситуация стала меняться только с появлением депутата, который по мере возможности выполняет наказы избирателей. Заасфальтировали тротуар, для детворы сделали детскую площадку. Однако проблем еще очень много. Одна из главных – кровля. Начальник первого ЖЭУ Татьяна Афанасьева сообщила, что капитальный ремонт дома в этом году запланирован. Кровлю начнут делать, как только улучшится погода. Погода все зависит. Если погода будет хорошая, значит, в июне месяце мы уже эти кровли сделаем. Есть вопросы по полугоустройству при домовой территории. Необходима опилка деревьев и забор, чтобы машины не стояли на газоне. Да и песок для детских площадок сотрудники ЖЭУ так и не завезли. Депутат 9 округа Олег Сольский говорит, что с проблемами можно справиться только реформированием неэффективной системы жилищно-коммунального хозяйства в Реутве. Именно поэтому на прошлом совете депутатов было принято решение об реорганизации ПТО городского хозяйства. Вот когда людей уже непосредственно у их подъездах увидишь, посмотришь, что происходит в домах, что происходит в подъездах, что происходит вокруг, сразу становится ясно, что делает ПТО, а точнее, что оно ничего не делает, что делают ЖЭКи. Такие есть недоработки. Пример тому, после встречи Олега Сольского с жителями Пятого дома по улице Гагарина коммунальщики не выполнили свои обещания. На очередной встрече с жителями, которая состоится в июле, будут подведены итоги потому, что, возможно, наконец-то будет сделано. А заодно обсуждены вопросы, которые еще необходимо решить в первую очередь. Завтра во второй поликлинике на южной стороне города откроется новый стоматологический кабинет. А сегодня главный врач рассказал нашей съемочной группе, кто и когда сможет сесть в новое зубоврачебное кресло. Филиал стоматологии был открыт во второй поликлинике еще в 85-м году. Но южная часть города растет, потребности в зубных врачах тоже увеличиваются. В августе прошлого года здесь отремонтировали кабинет терапевтической помощи. А три месяца назад начали делать вот этот кабинет хирургической стоматологии. Известно, что наша стоматологическая клиника бесплатную помощь оказывает, но очень большие очереди в ожидании этой помощи. Поэтому наш кабинет, он, естественно, всех проблем на 100% не решит. Но, в принципе, это хороший шаг в правильном направлении. Сейчас уже составлен предварительный график работы. По четным дням с 3 до 6 часов вечера, по нечетным с 9 утра и до обеда. И уже сегодня утром на прием к врачу записались 6 человек. Лечение будет бесплатным для всех риутовчан, имеющих медицинский полис. На прошедшей неделе состояло заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Представители автоинспекции и управления образования крайне озабочены состоянием железнодорожных переездов и теми опасностями, которые поджидают детей на дорогах во время летних каникул. Председатель комиссии Николай Турапин посетовал на безответственное поведение московской железной дороги, которая не может привести в порядок переезды и тем самым способствует возникновению аварийных ситуаций. Таковых в городе еще не было, но лучше позаботиться заранее. Письмо с жалобой представители комиссии собираются отправить в Министерство путей сообщения. Это единственное, что власти могут сделать в данной ситуации. Зато, по словам руководителя городского управления образования, автодорожная сознательность риутовских детей на высоте. На сегодняшний день смертельных случаев, к счастью, нет только две травмы. Инспектор АКИБДД частые гости в наших школах выступают перед нашими учениками, выступают перед нашими учителями. Мы дважды провели обучение наших преподавателей УБЖ, классных руководителей, учителей, начальных классов. Сейчас проходят массовые экскурсии детей с выездом в Москву и другие регионы. В связи с этим областной ГАИ ввело новое правило. Отныне все перевозки детей во всех трех городах района должны осуществляться с ведомой ГИБДД и после проверки водителей и автобусов. Идет дополнительный осмотр технического состояния автобусов, инструктаж водителя, проверка водителя. И я скажу, больше 50% автобусов получается не готовы к перевозке детей, не выпускается. В летних школьных и оздоровительных лагерях, расположенных на территории района, идет профилактическая работа инспекторов. После крупного ДТП на дороге Москва-Нижний Новгород, в котором погибло 8 футболистов из Орехова-Зуева, сотрудники ОГИБДД проверили все пассажирские предприятия района. А в воскресенье в музыкальном театре прошел концерт церковных песнопений. Его подготовили слушатели воскресной школы при храме иконы Казанской Божьей Матери. Премьера спектакля о равнопостольных Кирилле и Мефодии состоялась 23 мая в Павловском посаде. Принимали хорошо, может быть, поэтому решили показать представление и в Реутове. Подробности у наших корреспондентов. Маленький пастрелёнок в русско-расшитой рубашке спрашивает своего деда. Ты как думаешь, откуда наш язык появился? Расскажи. А вот открой-ка в ангеле на первой странице, да прочти, что написано. В начале было слово. Так, в воскресенье 6 июня в Реутовском детском оперном театре начался концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, который назывался «В начале было слово». Воспитанники Реутовской воскресной школы при храме Казанской Божьей Матери и их родители готовились к этому событию долгие месяцы. В воскресной школе две группы, учащиеся от 7 до 30 лет. У всех свои дела, работа, занятия в общеобразовательной школе. И всё же находят время, чтобы прийти в церковь. В воскресную школу Игоря Фернандеса привела бабушка три года назад. С тех пор в церковь приходят каждое воскресенье. И не только с бабушкой. Он сам как-то иногда ходит попеть. Игорь Фернандес в спектакле играет не главную роль, но очень старается. Ведь сегодня в зале мама. Она самый строгий судья. Я считаю, что если бы все дети ходили в воскресную школу, было бы просто здорово. Они сидели за компьютером или болтались на улице. За всех детей волнуется батюшка. Ведь все ученики воскресной школы – их дети. Им дают церковное образование и, более того, учат жить по закону Божию. Церковь старается помочь детям, самым молодым сейчас поколению, действительно влиться, естественно влиться в церковный, религиозный мир. Если ребенок в семье чувствует себя хорошо, то ему совершенно не важно. Ему даже, может, и друзья так не нужны. Если у него крепкая именно семья. А храм – это, ну это, помимо того, что это семья, это еще и благодать. Вчера вся страна праздновала 205-й день рождения великого русского поэта. Правда, не так пышно, как 200-летие. В Риотове этот день вообще не отмечали. Но значит ли это, что Пушкина у нас забыли? Ответ на этот вопрос попыталась найти Юлия Абдулаева. Пушкин по-прежнему наше все. Это самый читаемый поэт, считает школьный библиотекарь Елена Борисовна. Даже сейчас, когда в школе каникулы, книги великого русского поэта в школьной библиотеке спрашивают постоянно. Берут почитать на лето. Благо на полках Пушкин есть всегда. Издания хранят, как зеницу ока. В прошлом году библиотеке преподнесли в подарок 100-томник. Среди них один том пушкинских стихов. Но его школьникам не выдают. Сигнальный вариант. Выдают вот эти книги. Но им, ни много ни мало, 20 лет. Из самых последних. Ну это вот буквально 83-й год. Вот это была коллективка такая вот. Такая, что их было там много-много. И я могла сразу, допустим, класс изучает, как обычно школьный библиотек. Вот они начинают проходить какого-то автора. Вот они проходят Пушкина. Они все бегут сюда, значит, у кого нет текстов дома, за книгами. Среди тех выпускных сочинений была и Пушкинская. Учебниками и текстами произведений на этот раз все же удалось обеспечить всех выпускников. Мне было очень приятно и очень радостно, что я смогла детей обеспечить текстами. Потому что вот эти вот коллективки старые нас очень выручили. И дети, значит, все были с текстами. У младших школьников экзамены уже закончились. Сейчас практика. Поливают цветы, моют парты и заботливо вытирают пыль из портрета Александра Сергеевича. К сожалению, большинству ребят он известен только по школьной программе. А с наступлением каникул и эти знания куда-то улетучиваются. Золотой дуб. Про дуб. Уж не было осенью дышала. Как это? Лукоморье дуб зеленый. Пушкин и сейчас живее всех живых. Не устают повторять библиотекари. А как же иначе? Ведь он в обычной, не библиотечной и не книжной жизни рядом. Ну, кто здесь сделает? Пушкин? Кто уберется там в квартире? Кто? Кто? Пушкин. Такую величину и говорит, что он сделает. Обожаю Пушкина, но никогда так не говорил. Можно сказать, что за тебя Пушкин сделает. Нет, нет. Сказки только детям читаем и все. До 205-го юбилейного дня рождения не поэта, а российского достояния обратный отсчет не вели. То ли указания сверху не было, то ли надобности в этом. Но до следующего 206-го осталось ровно 364 дня. И кто знает, не забудут ли за это время дети стихи про Лукоморье или роман про Евгения Онегина. А сегодня наша съемочная группа выясняла, что думают триутовчане о другом известном человеке, тележурналисте Леониде Парфенове. Его вклад в российскую культуру оценивать, конечно, не нам. Но как отнеслись к его увольнению горожане, узнать все-таки интересно. Скажите, пожалуйста, увольнение Парфенова с НТВ – это что? Наверное, политика. Кому-то не нравится. Не знаю, он мне нравился. Ну, значит, не туда поступил, что-то не то сделал. Ну, я не знаю, ну, конечно, жалко. Это просто изгнание человека, мне так кажется, потому что Парфенов он профессионал. Очень жалко, что с ним будут намедли передачок. Хотел правду сказать, не дали, наверное. Зря он уволился. То есть, вот нужны такие люди, которые так хорошо умеют свое мнение, докладывать до народа. Это их не проблема, я не знаю. Вы пьете что-нибудь политическое? Я просто не очень люблю. Человек, может быть, пропадает. Мне жалко. Очередной фарс какой-нибудь. И убрали. Вот и все. Вчера состоялась восьмая игра футбольного клуба «Реутов». Матч прошел в Лобни на стадионе «Москвич». Наша команда встречалась со Спартаком из Щелково. Игра закончилась в ничью 1-1. На 19-й минуте счет открыл Владимир Джубанов. Это был единственный мяч команды «Реутов». В конце второго тайма противник сравнял счет. Футбольный клуб «Реутов» по-прежнему занимает девятую строчку турнирной таблицы. На его счету 10 очков. Лидирует команда «Видная» с семью очками. К сожалению, последнюю игру «Реутовчане» не смогли увидеть из-за инцидента 30 мая, когда произошла драка фанатов из Видного и Иванова. По данному случаю, 2 июня в Москве состояло заседание контрольно-дисциплинарной комиссии профессиональной футбольной лиги. Стадион в «Реутове» дисквалифицировали на два официальных матча. А футбольный клуб «Видное» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Если инцидент повторится, клуб могут исключить из числа участников соревнований. Следующий матч клуба «Реутов» также пройдет в Лобне. Футболисты встретятся с «Волгой» из Твери, которая сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. В студии была Олеся Власова. Не переключайтесь. Впереди новости Подмосковья и художественный фильм. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире «Городские новости». Главное событие этого дня из жизни «Реутова» и региона в ближайшие 10 минут. Тема сегодняшнего выпуска. В «Реутове» встретились все высокопоставленные спасатели Центрального федерального округа. Каково живется социальным работникам города и их подопечным? И кто ответит за объявление на стене? А теперь подробности. Сегодня «Реутов» посетил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Юрий Воробьев. На выездном совещании, которое он провел на территории регионального пожарно-спасательного центра, высокопоставленные чиновники должны были решить, насколько удался эксперимент по объединению пожарных и спасателей в «Реутове». На совещание в «Реутов» прибыли шесть заместителей Сергея Шойгу, начальник главного управления ГОЧС России, министр ГОЧС Московской области и начальники главков всех областей Центрального федерального округа. Все в ранге не ниже генерала. В «Реутове» они должны были увидеть эталон соединения пожарных и спасательных сил из шести региональных спасательных центров России и «Реутовский экспериментальный». По словам Александра Иванова, центр, который он возглавляет, полностью укомплектован технически. Можно решать самые сложные задачи. Однако до сих пор решающим остается человеческий фактор. Люди не хотят здесь работать. Центр укомплектован личный состав. На 53% отдельную службу выдалась на технологическое РХБЗ защиты. В настоящее время не укомплектованы. Штат спасателей укомплектован на 62%, пожарных на 70%. Люди стремятся работать в Москве. Столичные зарплаты втрое выше. Заместитель министра дал неделю областным генералам на решение этого вопроса. Привлекательность рабочих мест нужно увеличивать. Как решать им? По словам Юрия Воробьева, такое объединение сил пожарных и спасателей позволяет более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого масштаба и сложности. На нем мы обкатываем ряд решений организационных, разных вопросов администрирования, технического оснащения. Целесообразно, как вы понимаете. Все-таки на одном каком-то подразделении все это сначала сделать, чтобы не тратить зря ресурсы, а затем распространить уже по всей стране. Вы доволен тем, что вы увидели? Да, я доволен, конечно, тем, что я увидел. Хотя много еще есть проблем и недостатков, которые нужно устранить. Однако с заместителем министра России не во всем согласен министр ГОЧС Московской области. Он считает, спасатели должны работать как отдельный отряд, а пожарная часть, даже муниципальная, может быть не менее эффективной. Свою мысль он собирался доказать в Нахабино, где городские пожарные устроили показательные выступления. Но вряд ли этот пример изменит точку зрения Юрия Воробьева. Эксперимент в Риотове должен завершиться к январю 2005 года. Его можно считать удавшимся. Далее центр будет функционировать уже на постоянной основе. В настоящее время все чаще работникам регионального спасательно-пожарного центра приходится выезжать не на пожары квартир, а на возгорание мусорных контейнеров. По словам коммунальщиков, чаще поджигают бункеры, так как жители стали бросать туда не только крупногабаритный мусор, но и бытовой. Вопросом вывоза крупногабаритного мусора занимается ПТО городского хозяйства. В связи же с отсутствием каких-либо действий со стороны работников ПТО, мусор сжигают. Так, завеснув региональный спецотряд по тушению пожаров, от жителей поступил 61 вызов по поводу возгорания мусора. Так как большинство контейнеров сгорело и пришло в негодность, в этом году закупили новые 100 штук. Один стоит свыше 2000 рублей. 48 уже установили на контейнерных площадках у пятиэтажных домов, где нет мусоропровода. На улице Дзержинского, Комсомольской, на перекрестке Советской и проспекте Мира. Сегодня день социального работника. Он был установлен указом президента России в 2000 году. И вот уже четвертый год подряд, 8 июня, работники социальной защиты населения отмечают свой профессиональный праздник. Подробности у Елены Чиненовой. Комитет социальной защиты в Реутове был организован в 1998 году. Его работа охватывает практически все население. Здесь каждый горожанин может получить не только моральную, но и материальную поддержку. В структуре комитета четыре социальных учреждения, способных оказать медицинскую и психологическую помощь. Семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, подросткам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Одно из важных направлений соцзащиты – оказание помощи и реабилитации инвалидов, которых в Реутове около 5000. Поддержка работников социальных служб этим людям просто необходима, чтобы они могли полностью адаптироваться к условиям городской жизни. А как много, значит, для пенсионеров Центр социального обслуживания «Клен», учреждение, которое в прошлом году победило в трех областных конкурсах и заняло третье место. Гордимся очень нашими учреждениями, потому что каждое из учреждений социального обслуживания, и детские, и взрослые, они уникальны. К нам едут за опытом. И мало того, институты, учебные стараются проводить практики на базе наших учреждений. Это наша гордость. Я думаю, что это гордость всего города. Но главное – это люди, которые занимаются совсем нелегким трудом социального работника. Вера Трынкуна считает, что главное качество, которое необходимо для этой работы – порядочность и доброта. Сегодня в День социального работника очень хочется поздравить всех тех, кто именно принимает участие во всей этой очень серьезной и важной работе. Конечно, наверное, самые большие поздравления, там не Васильевне Бабаловой, с которым мы начинали создавать социальную защиту в 1991 году. В городе около 300 человек работают в сфере социального обслуживания населения. И только доброта и самоотверженность помогают им обслужить 20 тысяч риутовчан, нуждающихся в квалифицированной помощи и социальной защите. Героиня нашего следующего сюжета – представительница этой профессии. Насколько эта служба опасна и трудна, выясняла наша съемочная группа. Выйти из подъезда собственного дома и проделать путь до аптеки или магазина. Для физически здорового человека это труда не составит. А вот для человека с ослабленным здоровьем или пенсионера – это целая проблема. В таком случае на помощь приходят социальные работники. Специалист по социальной работе Ольга Николаевна, как и положено по инструкции, своих подопечных посещает два раза в неделю. Что там за рамками инструкции, знает только она и ее старички. Иногда приходится и ночью в аптеку за лекарством бежать, и просто по звонку приходить. Тамару Петровну уже руки не слушаются, а по квартире передвигается по стеночке. Вот мои руки и ноги, говорит она об Ольге Николаевне, или Олечке, как она ее называет. Вот так вот одна сижу целый день. И она не торопится, не бежит ничего, она выслушает меня, она всегда все посоветует. Потому что, ну в общем, я в полном согласии с ней. Если бы не она, мне было бы очень плохо. Типичная история подопечных социальной службы. Тамара Петровна живет одна, внуки в Москве приезжают только на выходные. А Олечка и ходунки выхлопочат и приберется, если нужно, и в магазин за продуктами сходит. Тамара Петровна новому родному человеку полностью доверяет. Бон Борис за мной. Бон Борис за тобой, да. Работа тяжелая в прямом смысле. Для каждого подопечного нужно продукты купить. В сумке не меньше трех килограммов бывает. А таких за день нужно обойти не меньше четырех человек. Простая арифметика, только результат такого сложения и умножения, ноющая под вечер спина и боль в руках. Поход в магазин далеко не единственный пункт в списке обязанностей. Основное это, конечно, покупка продуктов. Потому что в основном все люди, которые не выходят из дома. Это покупка продуктов, оплата коммунальных услуг, оформление всяких субсидий, льготы. Но самое сложное в работе нужно старичков психологически поддержать. И тоже, вот как поступить в такой ситуации? Вот я прихожу, она мне говорит, вот сегодня напьюсь таблеток и все, и не проснусь. Что мне делать в такой ситуации? Что вы делаете? Вот как-то начинаю какие-то положительные моменты находить. В жизни, думаю, мне все же так плохо. Я все время говорю, посмотрите, есть люди, живут хуже вас, и вам станет легче. Ольга Николаевна в отделении социальной помощи на дому уже работает восьмой год и оставлять работу не собирается. Ведь ничто в жизни не сравнится со словами искренней благодарности, которые говорят в ее адрес, и сознанием, что ты людям помогаешь. Юлия Абдулаева, Дмитрий Копаев, специально для городских новостей. Кто и как получает информацию из газет, с помощью радио и телевидения, а некоторые обмениваются ей без посредников, с помощью стен домов и поверхностей заборов. Насколько этот способ эффективен и безопасен, выясняла Юлия Абдулаева. Такая картина всем давно знакома. Куплю, продам, сдам, отдам щенка в хорошие руки. Эти объявления можно увидеть в любом подъезде и на каждой двери. А ведь согласно закону Московской области об административно-техническом надзоре, деятельность по расклеиванию объявлений в неустановленных для этого местах облагается штрафом в размере тысячи рублей. Но такие меры мало кого пугают. 90% граждан мусорят и расклеивают объявления в неустановленных местах. 5% граждан указывают на это нам и телевидению. И 5% оставшихся пытаются эти объявления и мусор содрать и убрать. Тут можно говорить о культуре и воспитании нашего населения. Управление выписывает предписания, работники ЖИУ их выполняют. Каждый день появляются новые объявления, а Надежда Егоровна их каждый день обрывает. Пытались бороться другими мерами. Звонили по указанным телефонам, но к общему решению проблемы так и не пришли. Мы иногда снимаем объявления, звоним по этим телефонам, жалуемся. Ну почему расклеиваете? Они говорят, что мы будем наказывать, чтобы они этого не делали. Будем раскладывать якобы почтовые ящики. Но это тоже не выход из положения. Из почтовых ящиков бросают на пол и все равно такая же грязь. Но чаще от звонков работников ЖИУ отмахиваются, объясняют у вас. У нас своя работа, у нас своя. Жильцы подобным положением дел недовольны. Некрасиво это, да и неэффективно считают они. Это некрасиво. Это некрасиво и не думаю, что все их читают на самом деле. Конечно, не нравится. Почему? Потому что, я бы тебе сказал, не буду ничего сказать. Должно специальное место быть, где их оклеивают объявления. Специальные места есть. Такие доски объявлений можно увидеть практически на каждом перекрестке. Но чтобы реклама была эффективной, ее нужно расклеить в местах скопления народа. Вот и клеют на подъездах. Здесь-то справедливо считают бизнесмены, объявления точно заметят. Так и работают. Одни объявления расклеивают, другие их снимают, третьи возмущаются. А деньги, во всяком случае, на оплату работы. Одно из сторон этого коварного треугольника текут из кармана пресловутого налогоплательщика. Юлия Абдулаева, Дмитрий Капаев. Специально для городских новостей. И еще одно объявление. Сегодня день рождения пылесоса. Этот яркий представитель достижений научно-технической мысли уже не один десяток лет самоотверженно всасывает пыль. Но его обычные размеры не всегда были такими. В биографии пылесоса разбирались наши корреспонденты. В этот день, ровно 135 лет назад, мужчины сделали огромный подарок всем женщинам. Изобрели пылесос. Начало этой истории, как в анекдоте. Поспорил как-то американец с англичанином, что тот не сможет сделать машину для борьбы с пылью. Американец оказался неправ. На свет появился фурчащий били. Этот динозавр парковался во дворе, работал на бензине и имел мощность в 5 лошадиных сил. Прежде чем пылесос уменьшился до привычных нам размеров, стал мощным, тихим и удобным помощником в каждом доме, было пролито еще немало женских слез. Кстати, это стало возможно благодаря нашему соотечественнику, русскому инженеру Михаилу Далевод-Добровольскому, который в начале 20 века изобрел электрический двигатель. За это время мы так к нему привыкли, что и не замечаем. А он везде. Сосет в себе потихоньку всю грязь и пыль из наших домов. Даже с днем рождения никто не поздравит. Зачем его поздравлять? Он же неодушевленный предмет. Женщина помогает, в домах помогает. Поздравляю. С днем рождения пылесос. Сейчас приду и заставлю его поработать. В его день рождения. Поздравляю. Желаю счастья в личной жизни. Хороших микросхем и долгих лет жизни. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. В студии была Олеся Власова. Не переключайтесь. Впереди новости Подмосковья и художественный фильм. Редактор субтитров А.Семкин